Ну, свою первую картину, я помню, нарисовал примерно в 2006 году, когда первый раз поехал в зарубеж учиться, то есть это был город Кембридж, в Англии, и я поехал делать просто языковые курсы, я даже не думал о том, что я буду художником впоследствии как-то. И когда я приехал первый раз вот в Англию, в 2006 я ее нарисовал, а в 2005 я туда приехал, и за вот этот год как бы я понял, что я хочу быть художником, то есть я нашел в Англии те инструменты, которых у нас в стране как бы на тот момент не было, и то есть я открыл для себя эти инструменты и уже основательно задумался над тем, кем я хочу быть в будущем. Вот я в 2006 я нарисовал вот первую свою какую-то более-менее законченную композицию на листе А4 буквально, это была небольшая вещь, и затем я начал постепенно-постепенно наращивать как бы ну вот чистоту что ли моих экспериментов, моих исканий творческих. Я бы свой стиль вообще вот мне ближе к метамодернизм, как бы метамодернизм это такое сейчас новое направление мысли в сфере искусства, то есть это не только искусство, визуальное рисование, живопись, это и относится к театру, относится, ну ко всем как бы во всех отношениях как бы оно такое распространенное, то есть оно подразумевает искреннее отношение к тому, что ты делаешь. То есть новая искренность даже такое есть выражение в разработке этих европейских искусствоведов, которые пришли вот к этой идее о том, что сейчас пора делать новый шаг. И вот я точно вижу свое искусство как соотносящиеся, вот мне очень близко вот это направление, то есть я изначально не позиционировал себя как какого-либо, каким-либо направлением в искусстве, но сейчас я вижу, что я встраиваюсь в принципе в эту парадигму, которая вот идет со стороны Европы просвещенной. Мое искусство, оно вообще, я так думаю, направлено на то, чтобы давать человеку понять, что как бы среда, где мы живем, те линии, те цвета, те формы, которые нас ежедневно окружают, они очень сильно влияют на наше восприятие вообще всего. То есть если человек не видит каких-то картин, да, или каких-то фильмов, или не слышит какой-то музыки, или еще что-то, то есть это все идет как такое формирование, или деконструкция каких-то человеческих, ну духовных его сил и его вот этого, то есть прогресса какого-то духовного нет. нету, если отсутствует такая культурная какая-то составляющая в обществе. И я верю, что, ну, кого не верю, я вижу, что в нашем обществе есть очень большой потенциал как бы развития именно вот этого метамодернистского подхода, то есть искреннего. то есть те же орнаменты, да, то, что есть у нас, они недооценены как бы многими художниками, и только сейчас начинается какое-то движение в сторону не какой-то грубой национализации, но переосмыслению того, что у нас есть на данный момент, что вот из прошлого идет, или что создается сейчас без оглядки на самом деле на мировой там опыт. Есть попытки встраивания, но я считаю, что у нас свой путь, как бы, и он намного глубже, то есть нам еще предстоит это все осознать, понять, то есть я в своем искусстве пытаюсь что-то предвидеть такое развитие именно в искусстве и сделать вклад именно в таком сугубо таком научном подходе к искусству, то есть я работаю с новыми перспективами развития композиционного в композиционном плане. Мой путь вообще как прям профессионального художника уже начался в 2011 году примерно, ну с 2010 вот и по сей день, то есть я начал выставляться, делать какие-то уже более такие профессиональные движения, то есть брать заказы на роспись стен и продавать картины и, ну, в общем, заниматься такой сугубо деятельностью вот именно художника-профессионала. и, как бы, когда я приехал из Англии в 2011 году уже, основательно вернулся в Казахстан, чтобы заниматься, ну, как бы, помогать семье, то есть делать какие-то, ну, попытки именно идти путем художника, который, на самом деле, очень сложный, тем более, как бы, в стране, где, в принципе, еще нет той атмосферы, которая есть, ну, там, можно сказать, на западе, да, если смотреть в эту сторону, то есть в Казахстане я столкнулся с тем, что люди многие, как бы, когда я начал в профессиональном плане двигаться, я столкнулся с тем, что люди много смотрят вовне, то есть смотрят, как там, что там, какие там беяния, что там делают, и не сказать, что это подражание, это рефлексия какая-то, что ли, идет, когда люди пытаются, ну, осознать, что происходит у нас здесь, внутри, но способами, которые они взаимствуют вовне, вот, какие-то такие противоречивые вещи, то есть нету попытки сделать именно, осознать свое, а попытка просто посмотреть способы, которые, которыми люди доносят, да, какие-то месседжи в общество, то есть художники, там, режиссеры и кто-либо, но это делается такими способами, которые, вот, заимствованы. Я столкнулся с тем, что вот у людей есть определенный фрейм, вот, рамки в голове, они, такие блоки стоят, то есть это не те блоки, которые мы там придумали себе, или еще что-то, то есть они органичные, то есть они там были уже давно, поскольку наше вообще общество, как бы, и Казахстан, оно не было встроено в общую цивилизационную, вот, культурную какую-то традицию, эволюцию, то есть мы не... В эпоху Ренессанса у нас не было мастеров эпохи Ренессанса, у нас не было многих вещей, я не говорю, что это плохо, но у нас были свои какие-то определенные установки, да, то есть до сегодняшнего, у нас было сильно развито ремесленничество, ну, там, вот, land art, да, как его сейчас называть, то есть тотемы, да, балбалы наши, и остальные, то есть юрта, это тоже произведение искусства, все думают, что это, ну, кого, ну, и утилитарное какое-то значение имеет, ну, дом и дом, он служит, так его собирать легко, то есть если, но наши художники, есть вот Бахыт Бубиканова, моя подруга, хорошая художница наша, она вот работала именно с попыткой переосмыслить именно форму юрты, то есть я у нее кое-что подчеркнул, то есть идет направление именно для того, чтобы снять, разбить или как-то попытаться раздвинуть эти ремень, то есть я знаю и, как бы, я уверен, что рамки будут всегда, человек будет сам себя загонять рамки, то есть общественные рамки, там, культурные, разные, то есть без них это, как можно сказать, эго, да, то же самое, без эго человек не может, как бы, функционировать нормально в обществе, но и в то же время нужно, я думаю, расширять эти рамки, то есть, окей, рамки могут быть, ну, как бы, разные, либо это вот такая узкая щелка, в которой ты смотришь, да, либо это, ну, такой плазма, да, большая, такая супер HD, да, там, 4К качество, то есть разного рода, как бы, вот эти зрения или, как бы, видение мира, и моя задача, вот, как художника, именно попытаться расширить чуть-чуть эти рамки. То есть, вот эти рамки, да, те же самые, о которых я говорил, они во многом у меня, как бы, вот так расходились, 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 и мое искусство, я думаю, это вот именно результат вот этого процесса разбегания их от друг друга, поскольку это, как бы, в Англии, за рубежом, вообще не в Англии, в принципе, за рубежом я еще в других странах был, и, как бы, я увидел, как сдалека, как картину оцениваешь сдалека, также и я оценил наших людей, наш, наш народ, да, наших людей, нашу страну, как бы, с такой позиции, как бы, отойдя, и пригляделся, можно сказать, пристальнее, то есть, это как какие-то поэты, да, там, которые в ссылку отправляли, они начали, начинали писать какие-то вещи, которые никогда бы человек, будучи, находясь в стране, не написал бы, то есть, это практически что-то было похоже, я начал больше обращать внимание на то, как выглядит форма юрты, да, та же самая, то есть, она с детства у меня ассоциировалась с домом именно, я очень много рисовал дом, рисовал яблоко, я точно осознал, что я его рисую, потому что по Алма-Ате скучаю, то есть, вот такие какие-то вещи, я рисовал шанарака очень много, потому что, я вообще считаю, что шанарак, это такой, универсальный символ дома, то есть, есть символ любви, есть символ, там, духовности человека, есть символ третьего десятого, а вот шанарака, это как символ дома, вот, прям, универсальный, не то, что он только казахский символ, он, в принципе, как бы, имеет вот это свойство, такое, сплачивание, что-то, какое-то такое, ну, для меня он такой, очень сакральный знак, у меня вся семья, как бы, такая, ну, можно сказать, творческая в плане жизни, как бы, жизнь самого по сей, одно большое творчество, да, от рождения до смерти, ты какой-то проект, какая-то картина, да, а тут, как бы, получается, моя семья, она именно, вот, мои два старших брата, они ярко выраженный талант имели к рисованию, и я за ними смотрел, наблюдал, и как-то, ну, они мой пример по жизни, и плюс школе у меня никогда не было там хорошо с точными науками, но вот в рисовании я отличался от всех, вот, я точно знал, что это мой конек, и я просто сжал, вот, то, что надо делать так, чтобы, ну, как бы, хоть в чем-то преуспевать, и я начал, когда получать пять с плюсом, моя первая выставка была, там, в четвертом классе, в школе мне организовали выставку, потом в седьмом классе мне организовали выставку, на которую всю школу позвали, как бы, там, от мала до велика, все учителя, все, как бы, то есть опыт выставок персональных, он вообще начался очень рано. Один из, один из великих людей для меня, очередных, у меня их много, к моему большому счастью, очень много людей, на кого можно сейчас на данный момент обратить внимание, прислушиваться к ним, следить за их деятельностью, за их жизнью, это Татьяна Черниговская, вот, и она поднимала такой очень, очень, очень интересный, важный вопрос, как, чем кормить наши мозги, ну, как бы, то, чем мы наполняем нашу голову, как мы, наши мозги, как бы, это не звучало странно, оно все некоторое время укладывается и переваривается в наших сердцах и душах по, у каждого, конечно, по-своему, но если не вкладывать, не обращать внимания и не развиваться в направлении культуры, то и в душе потом ничего не будет. Мы воспринимаем мир путем пяти чувств, вот, одни из них — это глаза, и вот на данный момент, предположим, если смотреть на экспозицию, на выставку Алпамыс Баттера, то есть как раз-таки та самая игра, жизненная игра, где человек каждый, он во время акцентирует на том, чтобы я, мне не нравится называть как-то картину, но, тем не менее, картины без имен, как-то повелось у художников, они так не делают, но, тем не менее, он предоставляет поле для воображения, поле для понимания какого-то определенного произведения, для человека самого, чтобы он смог сам прочувствовать, его как-то понять, может быть, что-то увидеть свое, и через это пытается вызвать, потому что это видно в каждой картине, и у него это хорошо получается, вызвать разные чувства. У кого-то там кто-то стоит, мечтает, что вау, замечательная картина, похожа на вот это, вот это, ассоциативная память сразу перекидывает его куда-то там в прошлое, где он вспоминает там какое-то событие из своей жизни. Поэтому, если мы будем питаться, наполняться такими замечательными произведениями, такими как Уолпом из Баттера, и будем обращать на это внимание, то, я думаю, наш мир станет красочником так же, как и его картины. Ну, мои картины, я думаю, в первую очередь, людям говорят о том, что какой я человек на самом деле. Они выражают именно мое внутреннее, показывают. Это все равно, что люди фотографируются, да, показать себя внешне, как бы в каких-то условиях, с какой-то эмоцией передать, да, вот. Ну, эмоции – это уже вот раздел искусства, то есть люди, когда улыбаются или там как-то строго стоят там, смотрят, то есть это говорит о их внутреннем состоянии, то есть они показывают. А искусство – это такая очень детализированная вот эта вот эмоция, перенесенная на поверхность чего-либо, да. Ну, то есть фильмы, это там музыка, неважно, то есть все искусство. И для меня самое интересное, вот одно из самых интересных каких-то моментов в искусстве – это смотреть на выставках за реакцией людей. То есть реакций очень много там, конечно же, и ты сам можешь, если отключаешься как бы сознательно анализировать людей, да, а просто пытаешься ощутить, что они испытывают, смотря на твои картины, да, то есть кто-то подходит близко, рассматривает, кто-то сдалека, кто-то вообще практически не замечает, а подходит к той картине, в которую ты не вкладывал какого-то знания. То есть каждый находит что-то свое. На самом деле для любого художника, я вот это замечал, и это отмечают вообще многие сами художники, реакция детей на картины, она вот самая такая правдивая и явная, то есть дает понять, интересно ты пишешь картины или нет. То есть когда дети начинают смотреть, они никогда там, ну, не делают каких-то вот, как, ну, взрослые там перед кем-то нарисоваться, типа, ой, я так зацениваю что-то там, на ходе там, что-то экстра такое. А вот дети, они прямо вот смотрят, им не нравится, все, они пошли дальше. То есть или скажут, ну, фу, мне не нравится, некрасиво там, или еще что-то. То есть на выставках очень интересно мне, например, смотреть за детьми их реакции. И для меня, ну, к счастью, я вот сталкивался с очень многими реакциями детей, когда им это нравилось, когда они прям очень маленькие дети, они такие спрашивали, папа, что это такое, это город там, или это то-то. И то есть они угадывали там и строение, хотя это взрослый человек иное не может сделать. То есть у них фантазия по-другому работает. И для меня вот это было такое всегда откровение какое-то. То есть я смотрю, ой, ему понравилось, и все, и смотрю на свою картину и чувствую, ой, я сделал это. То есть я сумел по-настоящему заинтересовать. То есть, а в нас в каждом человеке есть детское. То есть мы также интересуемся всем, просто когда это должно там просто через фильтры нашего сознания пройти, и тогда это там какие-то образы могут зацепить то, что прошлое. Но середина чувства вот это вот эмоциональное, детское восприятие, оно всегда в человеке присутствует, и оно должно быть, как мне кажется, руководящим чувством. То есть это сердце, чувствовать сердце, то, что вот это мое, это не мое, и пошли дальше, или стоим, посмотрим. То есть не какие-то внешние факторы должны влиять на это. Я патриот своей страны, однозначно. И я люблю Казахстан за его людей, конечно, в первую очередь. Любая страна – это люди, которые в нем находятся. Я думаю, патриотизм в его такой очень, ну такой здоровой форме, патриотизм – это не просто говорить для каждого, я из Казахстана, я там, я за Казахстан любого порву. Какая такая агрессивная форма патриотизма. Мне кажется, патриотизм настоящий, он интеллектуальный. То есть ты доказываешь, например, на какой-то международной арене, да, что в Казахстане есть люди, которые делают такие вещи, которые никто в мире не делает. Вот это патриотизм. Они даже могут не говорить, что они там, да, орать, потому что я из Казахстана, там это. Ну вот в боксе, например, Головкин для меня это такой пример именно человека, который не отказался от своей родины, он наоборот, он знал, что он делает, как бы, в смысле вот, когда и флаг одевает, и у него везде орнаменты наши, да, то есть это человек, который знает, какая страна ему дала те силы и ту жизнь, которую он наслаждается. Если ты патриот, ты не просто любишь свою страну и желаешь ей добра, ты конкретно, как бы, делаешь какие-то вещи, умозаключения, которые ведут к прогрессу той страны. Для меня искусство, это, вот говорят, что искусство – это язык. Это и вправду язык, на котором общается человек вот именно духовно с другими людьми. И я думаю, что этот язык нужно осваивать всем. Это язык, который, он самый настоящий, это настоящая, как бы, эссенция того, для чего человек вообще здесь. Не то, чтобы заниматься именно художеством, там, музыкой или кино, но иметь вот этот творческий какой-то запал. Я думаю, искусство, оно сплачивает людей. И я вот стремлюсь к тому, чтобы люди максимально были сплоченные под чем-то очень позитивным и объединяющим. То есть искусство – это, это и есть объединение. Давайте объединяться, давайте творить, а не разрушать. Я Пикалова Марина, я гонболист. В гонбол я попала в возрасте 13 лет. Были межшкольные соревнования. Вот. И я тогда только услышала в первый раз, что такое гонбол. И так как была неподготовленность к контрольной, которая совпала именно в этот день, я решила углубиться в спорт, прикрываясь отсутствием в своем и неподготовленности к контрольной работе. Вот. Пришла. Вроде как-то непонятно. Рассказали общие правила. В голове не умещалось, как это можно так вот. Вроде и баскетбол играешь, тут же элементы футбола какие-то. Не понимаю, как так? Вот и дальше от школьных соревнований я попала в команду региональную. Вот. Естественно, начался тренировочный процесс, который совсем меня не вдохновлял. Мне не нравился этот вид спорта. Меня заставляли туда ходить. Порой я не доезжала до тренировок, так как я жила в одной части города, а тренировки в другой. Мне было обидно, что дети в моем, ну, подростки в моем возрасте, они играют на улице. Они там чем-то занимаются, увлекаются там всякими игрушечками. А я должна там сутками, чуть ли не пропадать в этом зале. Плюс ко всему, мне немножко сложновато было. Почему? Потому что у меня брат гонболистом был. И, естественно, у него некая планка была, чтобы я достойным спортсменом была именно в этом виде спорта. Поэтому даже приходя с тренировок домой, вроде как бы уставший, он неким элементом, финтам, игровым моментом, он меня дома обучал. Поэтому, вот, видимо, с этого момента мне стало безумно не нравиться этот гонбол. У меня трясло от него, я убегала. Ну и постепенно, вот, за тот долгий промежуток времени, когда я боролась сама с собой, что вот, вроде, что это такое, гонбол. Ну, есть же и другие виды спорта, почему именно гонбол? Нет, не понимала, вот, и за дня в день постоянно беседы со мной велась. Как с братом, он, брат вел со мной, так и тренера, рассказывая перспективы какие. Ну, в 13 лет там особо же не соображая, что, что там будет 18-20 лет здесь и сейчас. Вот, и потихоньку я увлеклась гонболом. Через год мы стали уже участвовать в чемпионате РК, ну, чемпионате Республики Казахстана. И вот тогда же мы увидели, как играют на самом деле в гонбол не подростки, которые только вот научились ходить там, азы только познают, а уже более профессиональная команда. Интересно было, было феерично, вот, и я, глядя на более взрослую команду, сказала, я тоже так хочу, мне тоже так нравится. И я вот все-таки добьюсь этого. И вот из-за дня в день тяжелых тренировок порой приходила домой без ног, потому что это самый, видимо, болезненный момент, то, что я невысокий игрок в гонболе. И мне надо было компенсировать вот этот вот недостаток роста в скоростных данных, там, ну, прыжком, прыжком, там, ну, есть куча, много элементов, которые должны восполнить, если не ростом, так вот скоростью. Вот, юркостью, шустростью. Вот, и участвуя на ЧАРК, меня заметили тренера молодежной сборной. Вот, стали привлекать, мы стали выезжать и играть в своем пока возрасте. Меня удивило то, что вот, что в других странах совсем другой гонбол, не то, что вот нам дают. Вот, и путешествия по странам, это тоже как бы как большой мотиватор в первую очередь. Думаешь, вот, я буду тренироваться, вот приеду домой, буду тренироваться, чтобы попасть в сборную, чтобы куда-то выехать, чтобы посмотреть хотя бы, как другие страны развиваются именно в этом спорте. Вот, и участвуя и принимая участие в молодежной, меня постепенно привлекли к национальной сборной. Попав в национальную сборную, ну, можно сказать, подросткам, там старшие девочки уже все видали, все вот умеют. Это кумиры, вот, вчерашние кумиры, ты стоишь с ними на площадке, и вот ты тренируешься, уже как бы как гордость идет, а, я здесь, я в сборной. А потом еще распирает гордость то, что ты где-то в своих кругах уже со своими сверстниками сидишь и говоришь, а я вообще-то в национальной сборной тренируюсь, меня привлекли. Ну, это как-то хвастовство было перед своими сверстниками, что вы только подрастайте, а я-то уже вот уже где. Естественно, как и у любого другого спортсмена, высший пилотаж – это участие на Олимпийских играх. Но так как командный вид спорта, в Казахстане это вот развитие только, популяризация началась с гандбола, то есть просто в мечтах оставалось. Здесь вот в 2007 году на квалификационном чемпионате Азии мы завоевываем эту лицензию. Это вот прям такой шок был, такая радость перед Новым годом. Вот это Олимпийская единственная путевка, которую вот мы выиграли. И это вот все осознавание, что ничего себе, я же одна из немногих, кто попадет туда. Не каждый спортсмен может попасть, не то что может попасть, не каждый спортсмен попадает на Олимпийские игры. А здесь ты уже осознаешь о том, что все, у тебя путевка, значит, ты попал. Ну и естественно, чтобы выступать на таком уровне, надо приложить немало усилий, чтобы достойно показывать все твои результаты, все твои наработки. Есть твой вклад, который ты вот на протяжении всего момента накапливал. И участвуя, вот выходя на площадку на Олимпийских играх, когда вот открываешь, распахиваются двери, и вот этот голый, вот этот вот, ты смотришь, что полностью зал забитый. Для меня это тогда было дико. Ну как дико? У нас нету такой популяризации в Казахстане, чтобы прям... А здесь полная трибуны, и ты идешь, и вот этот вот дух, вот этот вот адреналин в тебе играет. Думаешь, ну все. И еще самое главное, вот выходя вот в первый день на Олимпиаде, мы вышли в Францию играть. А это чемпионы мира, титулованные спортсмены, это вчерашние мои кумиры, и здесь я с ними на площадке играю. Ну, здесь я на равных с ними, здесь нету вот сильной, слабой, вот тут площадка и результат игры он показывает. Вот, и когда вот на самом деле попадаешь на Олимпийские игры, ты понимаешь, это вот, это стоят вот эти вот слезы. Бывает в спорте, в большом спорте травмы, это неизбежно, но все перекрывает вот буквально вот эти вот моменты, когда распахиваются вот двери, и ты выходишь представлять вот цвета своей страны. Если окунуться, да, в молодость, в подростковый возраст, мне обидно было на самом деле, у меня прям обиды, я прям плакала. Все там девочки в куколки играют, а я с мечом должна вот здесь вот прыгать и колени развивать. Вот, а сейчас, сейчас я понимаю, что вот это, это стоило того, что привело меня вот к этому виду спорта, что я его безумно люблю, потому что, я не знаю, я себя, вот, если представить, кем бы я была в жизни, я не могу представить, кроме как вот здесь, вот здесь, сейчас и ганбол, все. Тут нет ни огненной части. Побывав на международных турнирах, участвуя на международной арене, получив огромный опыт, я пришла к такому мнению или выводу, что для любого спортсмена самый сильный мотиватор – это поддержка своей страны, это поддержка болельщиков в первую очередь, вот, потому что есть у спортсменов такое понятие, как мандраж, и когда ты выходишь и чувствуешь, что тебя поддерживают, тебя подзадоривают твои же болельщики, твои же спортсмены там, которые рядом с тобой проходили все это, ты понимаешь, что все здесь и сейчас, больше нет на завтра отложенных каких-то дел, там, или завтра там дотренируюсь, то есть в первую очередь, конечно, нужна эта поддержка, поддержка вот страны, вот, что вот такие вот, что бывают разные ситуации со спортсменом, и вот ты в свою очередь показываешь и представляешь на международной арене нас, а мы, в свою очередь, поддаем тебе некий мотиватор, некий стержень, что вот мы здесь с тобой рядом, несмотря на расстояние. Мы с Мариной давно вместе уже играем, очень много, в национальную сборную, вместе в клубе играем, она очень хороший спортсмен, много хороших у нее качеств, она такой заводной человек, который растормошит всех на площадке, и заведет, будет играть, даже если тебя будет это, вот, прям бесить, то, что она до тебя докапывается, она все равно найдет к тебе ключик, и ты заулыбаешься, у тебя повысится настроение, и при этом она не теряет там каких-то своих, ну, не теряется в игре, она не теряет никаких концентраций, завода своего, вот этого всего. Очень компанейский человек, командный вид спорта – это прям вот ее. И, ну, я не знаю, не представляю ее где-то в другом месте. Она игрок хороший, она на данный момент тренер главный в национальной сборной, и многое она дает, молодежи особенно, мне дает, лично мне дает вот поддержку, и я очень нервный человек, она меня успокаивает, когда в нужный момент, когда мне нужно остыть, она меня успокаивает, все вовремя всегда делает это. Ну, она также целеустремленная очень, девочек, ну, под ее руководством будет сложновато нам, конечно, но того, чего она хочет, она всегда добивается, поэтому команда под ее руководством сто пудово добьется своей цели. И когда была кандидатура, кого поставить на этот, и предложили Марину, никаких вопросов вообще не было. У меня лично вообще никаких вопросов, поэтому не было, то есть она на своем месте. Сейчас мы готовимся к играм азиатским. Надеюсь, что у нас все получится под руководством нашего тренера. Будучи тренером и анализируя сейчас нашу молодежь, я могу сказать, что у них большие возможности, большой потенциал развиваться, стремиться, выступать, участвовать. Я была когда спортсменом, будучи, занимая место в сборной. Мы и так добились очень хороших, высоких достижений на международной арене, в частности в Азии. Мы также участвовали при поддержке федерации на чемпионатах мира, также на Олимпийских играх. В принципе, нас знают, но наша молодежь, наше подрастающее поколение, она настолько амбициозная сейчас, что будущее за нашим Казахстаном и, в частности, за гонболом. Тренером я стала совсем недавно. И занимаясь спортом, выступая как спортсмен, я на себе могу сказать, ощутила вот этот вот дефицит, дефицит болельщиков, поддержки этих болельщиков. Если у нас здесь чемпионат проходит в Азии или Казахстане, естественно, болельщики есть, и они поддерживают нас, и, естественно, у нас результаты высокие. А там, допустим, наблюдают за такими же ведущими командами в гонболе, как Дания, как Норвегия. Они приезжают со своими болельщиками для чего? Для того, чтобы, когда команда выходит, и всякое бывает. Бывают спады, бывает эмоционально команды выигрывают друг у друга. И в этот момент вот как раз это вот прям как спасание утопающего, вот этот вот дух, поднятие от духа, вот этот вот аплодисмент, вот эти вот кричалки от болельщиков, это помогает. Это помогает в пиковой ситуации, когда команда на спаде идет. Есть такой термин, когда в яму попадает. И вот поддержка болельщиков как раз вытаскивает тебя из-за этого состояния. Очень-очень хотелось бы, чтобы зрители больше приходили на наш вид спорта, тем более он зрелищный, красивый, голов в два раза больше, чем в остальных других видах спорта. Ну, красочный, в общем. А мы будем показывать свой класс. И когда будет больше зрителей, будет больше стимула показать какие-то новые фишки, очень красивые броски там, или сейвы для меня, для вратаря. Интереснее играть будет. Для меня спорт – это жизнь, это движение, это стремление, это поставленные мной цели, достижения, в конце концов. Вот вижу цель, не вижу преград. Вот для меня, что это спорт. И, естественно, как бы это формирование моей личности, наверное. Ты только в спорте. Вот я по себе могу сказать, только на площадке на самом деле можешь выйти и раскрыться полностью, где у тебя нету рамок, скованности. Ты там, и вот на что наработал, ты на то наработал. То есть нету фальши, в спорте нету фальши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя мечта как спортсмена, как тренера, как патриота своей страны, чтобы на Олимпийских играх как можно чаще звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Я верю, что моя мечта исполнится. Я надеюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова